Футбольный клуб «Луч Энергия» у себя дома принимал питерский «Зенит-2». Команды соседи по таблице первые минуты особо не рисковали. Первыми штурмовать ворота решились приморцы. Череда атак заканчивалась ничем, порой из-за глупых ошибок, но спустя несколько попыток Лучу все-таки удалось открыть счет. Гол забил Руслан Гордиенко, правда не без помощи голкипера гостей, от которого мяч и отскочил ворота. После этого желто-синие почувствовали уверенность и стали играть полностью в атакующий футбол. Тигры могли забить еще, но опять же хромала реализация. А как говорится, не забиваешь ты, забьют тебе. Питерцы наказали хозяев за ошибки и всего за 10 минут до конца точно реализовали штрафной. В итоге ничья 1-1. Следующий матч Луч Энергия проведет в рамках 1-16 Кубка России. 20 сентября приморцы у себя дома встретятся с футбольным клубом «Анжи». Хоккейный клуб «Адмирал» повторил за своим футбольным соседом. Приморцы в домашней встрече уступили подольскому «Витязю» и тоже на последних минутах. А начали моряки максимально уверенно в ворота гостей. В первом периоде залетели сразу две шайбы. Однако после перерыва забивали уже красно-белые. Второй игровой отрезок завершился в ничью 2-2. В последние 20 минутки «Адмирал» вновь вышел вперед и, казалось, обеспечил себе победу. Но гости разрушили планы моряков и сравнялись при счете 3-3. Игра перешла в овертайм. В нем больше повезло «Витязю», который разыграл хорошую голевую атаку. Итог 3-4 в пользу клуба из Подольска. «Нам удался первый период. Забили два гола. Нас это успокоило, и мы подумали, что так и будет продолжаться. Но этого не произошло. Дальше отыграли не очень хорошо. В овертайме повезло сопернику. Поздравляю, витязь с победой». Следующие несколько игр «Адмирал» проведет на выезде. Первая из них пройдет 21 сентября в Москве, где моряки сыграют с местным «Спартаком». Дрифт-битва D1GP прошла во Владивостоке. После сольных заездов и парных гонок объявились семена лучших дрифтеров этого чемпионата. Так называемые «одиночные танца» прошли для большинства гонщиков с ошибками. Их допускали даже опытные спортсмены и лидеры соседней серии РДС. В итоге самую большую оценку в этот день получил японец Хибина Тецуэ. На втором месте оказался его земляк и чемпион прошлого года Дайга Сайта, а бронза досталась Георгию Чевчану из Красноярска. Финальный день дрифт-битвы отметился уже напряженными и красочными парными заездами. В них, пройдя жесткий отбор, лучшими стали вновь пилоты из Японии, которые разделили пьедестал с русским спортсменом. Третье место занял Масата Кавабата, вторую строчку занял Дамир Идиетулин из Красноярска. Ну а чемпионом D1GP в этом году стал Хидеюки Фудзина, который забрал кубок и 300 тысяч рублей. Напомню, что международные соревнования уже в четвертый раз проходили на Приморской трассе при участии пилотов из России, Японии, Таиланда и Китая. Всего в дрифт-битве в этот раз сошлись более 20 пилотов. Максим Яковлев, Новости спорт на восьмом.